Всем привет! Меня зовут Александр Качанова, и вы смотрите урок по бизнес-анализу мобильных приложений на канале LoftBlog. Я работаю бизнес-аналитиком и расскажу, с чего начать проект разработки мобильного приложения. Как правило, заказчик приходит с размытым представлением о продукте, и нам важно направить диалог в конструктивное русло. Заказчик, конечно, хочет знать примерный порядок цен и сроки, но с чего же нам начать, чтобы дать ему эту информацию? В этом видео я расскажу, какие артефакты нам понадобятся на первых этапах общения с заказчиком. Всего их три. Это бриф, карта приложения и документ с оценкой времени и денег. Рекомендую начать с заполнения брифа. Бриф – это такой краткий список вопросов, на которые заказчик должен ответить. Вы можете попросить его сделать это, выслав бриф по почте, а можете опросить его устно. Сейчас вы видите бриф, который использую я. У вас может быть свой список вопросов, но я бы рекомендовала обязательно сформулировать главную задачу приложения, выяснить число платформ и устройств, под которые будет вестись разработка, спросить о наличии сервера, а может быть и готового API. Обязательно спросите, есть ли примеры приложений на рынке, на которые клиент ориентируется, считает их эталонами. Если есть, то что именно ему в них нравится? Дизайн, концепция, юзабилити, что-то еще. Я взяла в качестве примера реальный кейс, когда заказчик хотел написать 100% аналог приложения ЮДУ. Это приложение для оказания услуг посредникам. Например, вы создаете заявку «хочу, чтобы мне поклеили обои в следующие выходные, плачу за это 1000 рублей». Публикуете свою заявку, кто-то из посредников на нее откликается, вы списываетесь в чате и договариваетесь о встрече. Итак, мы знаем, что клиент хочет аналог приложению ЮДУ. Мы сделали скрины всех возможных экранов этого приложения и расположили их на доске RealTimeBoard. Я использую эту доску и для построения карты приложения, и также использую ее в дальнейшем, когда описываю подробный скринфлоу сценарий экранов. Макеты дизайна в формате JPEG легко перенести на доску RealTimeBoard, проставить связи между экранами, дополнить все это описанием. Конечно, чаще всего ваш заказчик будет хотеть написать что-то свое, уникальное, реализовать новую идею. Но, зная принцип построения карты приложения, вы сможете набросать схематичные прототипы и верхнеуровневое описание функциональности и без существующего аналога. Например, вместо скринов приложения ЮДУ вы поставите сюда прямоугольники с перечнями блоков. Или изобразите разделы приложений, используя несколько существующих на рынке приложений по принципу. Авторизация у нас будет похожа на то, как сделано у Тинькофф Банка. А список заказов нам нравится у Booking, и мы бы хотели что-то похожее. Главная задача на этом этапе – получить наглядную развертку приложения со всеми его предположительными разделами, чтобы был предмет для обсуждения. На этом этапе можно дать доступ к доске заказчику и попросить что-то дополнить в виде комментариев. Далее нам нужно оценить затраты на проект. Блоки с доски мы переносим в текстовый документ. У меня это Excel-таблица. В моем случае функциональные блоки – это экраны. Но я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем очень простое приложение с линейными кейсами и небольшим числом состояния экранов. Скорее всего, в сложном многозадачном проекте у вас здесь будут перечислены сценарии, а может быть и особые блоки, например, анимация отдельного элемента интерфейса. Перенося блоки функциональности, для нас важно в колонке «Комментарии» дать максимально исчерпывающее описание того, как мы на текущий момент видим эту функциональность и ее ограничения. Например, экран Splash. Мы пишем, что это статический экран, то есть мы подчеркиваем, что это не анимация, не ряд сменяющихся экранов по типу онбординг, и здесь не предусмотрены никакие действия, экран абсолютно статический. Или, например, мы описываем форму редактирования профиля пользователя, обязательно указывая, сколько полей к заполнению в форме мы заложили в оценку. Цель комментариев – защитить себя от дальнейших нападок заказчика при обсуждении цены. Оценивать время и деньги будем по основным активностям – аналитика, дизайн, разработка под одну и другую платформы. Как оценивать время – это тема для отдельного разговора, но мои рекомендации такие. Исходить из собственного опыта, помнить о рисках, закладывать время на длительные переговоры и обязательно показать карту всем членам команды или хотя бы техническим лидам направлений. В идеале оценка должна быть коллективной, и каждый специалист должен оценивать свою активность. В оценку обязательно нужно заложить время на менеджмент. Мы с командой обычно закладываем менеджмент внутрь каждой активности, но можно оценить и отдельной графой. Подставив актуальную стоимость ставки каждого специалиста, мы получаем денежную оценку проекта. В нашем случае примерно 1 700 000. Прикинуть дату выхода мы тоже можем, зная время на каждую активность. Передавая оценку заказчику, обязательно уточните, что более или менее зафиксированными можно считать только оценку аналитики и дизайна. Остальные активности будут переоценены по результатам согласованного дизайна и финальных требований. С этой информацией мы можем перейти к более подробному обсуждению. Грамотно проработанная карта в дальнейшем будет дополняться и станет отличной основой для скопа проекта. Спасибо, что смотрели урок Александры Качановой о бизнес-анализе мобильных приложений на канале LovedBlog. Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Задавайте ваши вопросы в комментариях, я постараюсь ответить на них как можно скорее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!